Сегодня 27 декабря-понедельник. Смотрите выпуски. Ёлка Добра дарит подарки. Ой, сколько подарков много, да? Тимоша, подождите, Маркет. Мотоцикл, смотри, смотри, какой конструктор. Ёлка Добра дарит подарки. Заряжаемся позитивом вместе с двойняшками из поселка Горный. Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь. Переправа заработала. Праздничный флешмоб и другие новости дня. Собрали главные события дня, чтобы вы их не пропустили. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, здравствуйте. Валентина Андреевна? Да. Тимофей Матвей? Матвей, Тимофей, вот Матвей. Проходите. Ой, с подарками к нам приехали. Молодец, правильно. Сразу бери мешок, давай. Пойдем, пойдем. Давай, помогай. Ой, какой молодец. Один и второй. Помогай. Елка Добра дарит подарки малышам из поселка Горный. Пока двойняшки Тимофей и Матвей разбирают коробки, есть минутка напомнить, как исполняются их желания. На прошлой неделе в здании администрации заработала елка Добра. Украшена она шарами с детскими мечтами из семей с особенными ребятишками. В этот раз 115 мальчиков и девочек из города и района получат подарки. В доброй акции участвуют сотрудники администрации, депутаты, работники управляющих компаний, городские предприниматели и просто горожане. Тимофей и Матвей, три годика, игрушки-развивайки. Ну все, исполненные мы игрушки-развивашки, самое лучшее куплю. Кто Тимофей? Матвей. Тимофей, кто? А Матвей? Скажи, Матюша, Матвей. Я сказала, что вы приедете, а он лежит под елку, заглядывает и говорит, что что-то нету. Тимофею и Матвею уже три. Воспитывают их папа и бабушка. Когда малышам был год, мама их бросила. Испугалась диагноза Тимоши. Сейчас она лишена родительских прав и совсем не интересуется, как живут мальчишки. Валентина Андреевна сама в одиночку вырастила пятерых, теперь вся любовь внукам. Детки растут, любят Лелю. Одна Леля, там вторая Леля. У меня три дочери, которые помогают во всем. Папа молодец у вас. Папа молодец, он тоже любит детей, очень любит. Евгений, или как зовут его сыновья, батя Женя взял декретный отпуск, чтобы ухаживать за мальчиками. Парни растут с характером. Тимуша любит танцевать, как только слышит музыку, но нас застеснялся. А Матвей очень рано заговорил и сразу предложениями. Нянчатся с мальчишками, все дети, бабы Вали. Дочь Олеся говорит, племянники называют ее мама. Говорю, ну да, я мама. Я мама Никиты с Артемом. Он такой, а, да. Ну, и видать, еще не мог сообразить, спросить, а где наша якобы мама. Вот. Она бегает, я говорю, мам, мам. А они бегают, баба, баб, мам. Я говорю, это баба, это ваша баба. Осенью Тимофей и Матвей пошли в детский сад в Горном. И все у них по-братски. Если кто чужой обидит, заступаются друг за дружку. Ну и сами между собой выясняют отношения. Бабушка с гордостью рассказывает, какие ее внуки не по годам умницы. Семь, восемь, девять, десять. Это хорошо, что я лежала. А так, прямо вот взял и посчитал до десяти. Матвей тоже считает. Ну, до пяти потом начинает путаться. Ну, тот до десяти все просчитал. Чтобы вырастить мальчишек, семья Бегментюк держит хозяйство. Выращивает телят. Сельчане тоже помогают и Матвею, и Матвею. Потому что добрых людей вокруг больше. А детские мечты сбываются. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Уважаемые Ачинцы! Новый предстоящий год по восточному календарю – год тигра. Я желаю вам достигать недостижимого, воплощать невоплотимое. Решайтесь на новые дела и преуспевайте в них. Пусть здоровье не подводит, сила духа не угасает, а настроение всегда будет отличное. С Новым 2022 годом! Дорогие Ачинцы, мы рады вступить в Новый год вместе с вами. Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям. Чтобы в Новом году были новые победы и свершения, сбывали самые заветные желания. А мы и впредь будем помогать вам, отдавая самое лучшее. Искренне ваши, губернские аптеки! Новогодняя ночь будет умеренно морозной. Синоптики дали предварительный прогноз на финал года. Так, самой теплой станет среда. Днем всего минус 7, ночью минус 11. С четверга и до первого дня Нового года будет сыпать снег. Для прогулок и зимних фотографий это отличный пейзаж, а вот дорожникам и автомобилистам это дополнительные проблемы на трассах. В последний рабочий день 2021-го за окном минус 8, а вот в ночь похолодает до минус 23. 31 декабря, если праздничная суета с покупками еще не закончилась, то одевайтесь теплее. Будет минус 17 и набирайтесь терпения. В городе, скорее всего, будут автостолпотворения. Выпуск продолжит подборка новостей, которые вы могли пропустить. Сегодня заработала ледовая переправа через Чулым для автомобилистов. Напомним, из-за теплого начала зимы открытие переправы откладывалось, так как толщина льда не была достаточной для движения. На прошлой неделе дорожники группы СТК намораживали лед, чтобы укрепить зимник. Теперь переправа соответствует всем требованиям. Отметим, что в прошлом году зимник открыли также после 20 декабря. Новогоднее настроение подъехало. В Ачинске заработали новогодние городки. Первым открылся городок на площади нефтяников, следом главный на площади гордыка. Также площадка заработала в сквере металлургов. А еще в новогоднем наряде сквер Богатково, благоустроенные пространства Назверево и Лапенково. Еще одна елка расположилась рядом со стадионом «Строитель». Отметим, что в этом году новогодние городки без привычных ледовых скульптур. Все пространства украшены светодиодными композициями. Красноярский пожарный Иннокентий Веселов сдвинул с места и протащил почти 50 метров 8-тонный грузовик «ДАВ» всего за 54 секунды. Он установил рекорд России, сделав это в гололед. Для пожарного тягание грузовиков не случайность. Он мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму. В апреле этого года в МЧС его признали самым сильным пожарным в Красноярске. А в августе Иннокентий изумил красноярцев, протащив по взлетно-посадочной полосе аэропорта махину «Боинг-737-800». Самолет, кстати, весит 65 тонн. В Красноярске автолюбители провели новогодний флешмоб. Они выстроили огромную елку из 465 автомобилей. Причем участие во флешмобе приняли не только обычные люди, но и сотрудники ГБДД. Автоелкой водители поздравили красноярцев с наступающими праздниками. В Ачинске тоже планируется новогодний флешмоб. По нашей информации, пройдет он 29 декабря на площадке у сибирского городка по улице 5 июля. Правда, местная автоелочка будет поменьше, чем в Красноярске. Ее построят около 100 автомобилей. Институт цвета «Пентон» определил главный цвет 2022 года. Им стал сиреневый оттенок «Верри Перри». По мнению дизайнеров, этот цвет демонстрирует жизнелюбивое и радостное настроение. Однако у россиян другие цветовые пристрастия. В открытом опросе, который провел сервис по поиску работы «Суперджоп», большинство назвало главным цветом следующего года оранжевый. Дорогие друзья и жители города Ачинска, поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством! Давайте отметим этот Новый Год ярко и весело, ведь как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Желаю, чтобы в этом году исполнились все ваши мечты. Решайте, дерзайте, идите вперед, и все непременно сбудется. И почаще улыбайтесь. С Новым Годом! Сети магазинов «Ледяной городок» и «Оптовая база» «Возьми все сразу» поздравляют вас с новогодними праздниками. Для кого-то мы проверенные временем друзья, для других – новое открытие. Спасибо, что выбираете нас. Как работает полиция в праздничные дни, в ведомстве опубликовали график. Так, отдел по вопросам миграции не ведет прием граждан до 10 января. Рео ГИБДД работает 4 и 6 января с 8 часов до 16.45, 5 января с 2 до 16.45. Во все остальные дни у сотрудников будут каникулы. Дежурная часть полиции трудится в круглосуточном режиме. Прием обращений и заявлений граждан будет осуществляться как при личном обращении, так и по телефонным номерам на экране. И пусть Новый год пройдет спокойно. В Новый год с новой техникой «Видео 2000 Ачинск» огромный ассортимент бытовой техники от ведущих производителей. «Видео 2000» мы находимся по адресу Южная промзона, второй квартал, строение 1А, третий этаж. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8-983-575-46-66. Компания «Синт» представляет тариф «Интернет плюс телевидение» 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Просмотр любимого видеоконтента на YouTube и Иви. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. Газета «Новая Причулымка» продолжает подписку на первое полугодие 2022 года. 600 рублей для горожан, 500 рублей для льготников. Адреса на экране. Телефон отдела доставки 766-41. Политические итоги года сегодня подвел спикер горсовета Сергей Никитин. Для городского парламента это был первый полный рабочий год. И важная оценка от главного депутата. У этого состава горсовета есть разные мнения, но нет противоречий, которые мешают работе. Мне приятно, скажу откровенно, работать с коллегами депутатского корпуса, потому что новые люди, новые вопросы, новые подходы. Мне нравится, когда приходят, задают вопросы, на которые нужно отвечать. Нравится их подход, нравится их такой прагматизм в принятии тех или иных решений. Я думаю, что в любом случае мы выстроим диалог для того, чтобы как можно эффективно работала и законодательная, и исполнительная власть. Для этого мы сюда и пришли. По мнению Никитина, сейчас депутаты больше участвуют в решении городских проблем. И строже спрашивают с власти исполнительной, которую по статусу горсоветы должен контролировать. То, что мы с вами начали участвовать в приемке территории, начали задавать вопросы касаемо благоустройства, некоторым это не нравится. Сколько там пришлось нервов помотать по этой по 16-й школе. Вроде сделали, вмешались, депутатский корпус вмешался и по крыше, и по фасаду здания. Это депутаты сейчас претензию написали по состоянию спортивной площадки 16-й школы. Если они на прошлом, и управление образованием сказали, если площадку не заменят, то мы будем инициировать передачу дела в суд. Этот год сложным был еще и из-за выборов, но результатом, говорит спикер, доволен. Сергей Никитин оценил главное политическое обещание краевого депутата Владимира Чернышенко – второй мост через Чулым. По мнению Никитина, целесообразности в такой переправе нет, но теперь это личный политический долг депутата Чернышенко. То, что касается моста, это вопросы к Владимиру Николаевичу. Потому что она, эта проблема есть, проблема есть. Вопрос, сколько это стоит и целесообразность этого проекта. Поэтому сейчас, когда у нас состояние дорог оставляет желать лучшего, и тот проект, который есть, у нас таких денег нет для того, чтобы ставить промост. Считаю пока этот вопрос преждевременно. А то, что Владимир Николаевич решил, ну дай бог ему красный флаг, пусть занимается этим. При этом, как утверждает Сергей Никитин, и депутат Заксобрания, и новый думский депутат, оба сейчас работают над решением проблем с водоснабжением и освещением в Ачинске. Оценил спикеры первый год работы команды нового мэра. Говорит, есть недовольство, но конкретных фамилий Никитин не называет. Говорит, это оценка всей власти. Год это мало, да? Где-то не хватает опыту, где-то не хватает специалистов. И вот где-то, наверное, расставление приоритетов, что в первую очередь нужно делать, тут, конечно, сложно. Александру Юрьевичу и помощники работают где-то хорошо, где-то не дорабатывают. Поэтому работать должны все, начиная от главы города и заканчивая там секретарем. Надеюсь, что выводы тоже будут сделаны, и какие-то организационные моменты нужно будет посмотреть, и эффективность работы каждого направления нужно посмотреть. Когда мы с вами будем заслушивать отчет главы города и давать ему оценку, вот мы эти вопросы потом ему зададим. По мнению Сергея Никитина ООН, в Ачинской власти старожил, город меняется к лучшему. И перемены еще точно будут. Учительница на уроках, которая школьница была босиком, грозит штраф. Педагог уже получила дисциплинарное взыскание. Ей вынесено замечание. Об этом рассказали в Краевой прокуратуре. Напомню, в ноябре новости ОСА рассказывали о ситуации в восьмой школе. Как писала новая причулымка со слов мамы. Младшеклассница забыла сменку, а учитель заставил ее раззуться и босиком провести несколько уроков. После этого в восьмой школе начались проверки прокуратуры, полиции и управления образования. Педагога от работы не отстранили, а родители одноклассников встали на защиту учительницы и рассказали, что их дети сами разуваются, так как в классе очень жарко, бывает даже плюс 27. В полиции еще раньше заявили, у них нет оснований для уголовного или административного дела на учителя. А вот прокуратура нашла нарушение. Административное дело уже направлено в суд, сообщили в Краевой прокуратуре. За нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, педагогу грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. А девочка сейчас учится в другой школе. Давайте еще разок, труса громко! Раз, два, три! Девочка, троим! С таких слов, накануне в привокзальном районе начал свою работу первый в городе новогодний городок, который ежегодно городу дарит Ачинский НПЗ. В этом году для посетителей подготовлен сюрприз. Вместо привычных ледовых скульптур здесь красуются современные светодиодные и цветные фигуры. Деда Мороза и Снегурочки, Полярного Мишки и другие. Горожанам пришлось по душе такое преображение площади нефтяников. Почему решили прям в костюмах сегодня прийти? Так Новый год же скоро! Конечно, нужно праздник создавать, настроение. Чудеса верится? Конечно! Конечно верится! А ты веришь в чудеса? Да! Рика, скажи, нравится тебе площадь новогодняя? Очень! Что больше всего нравится? Мне нравятся гирлянды и елочка. Сергей, скажи, вообще ожидал такое увидеть сегодня? Нет, не ожидал. Не думал, что будет такой праздник сегодня. Кроме ярких современных фигур, для посетителей площадки были организованы катания на лошадях. Ну а те, кто не катался, вовсю распевали новогодние песни. Видно, это Новый год, бродится, колется, яка в нашем доме, елочка горит. Самым ярким моментом праздника стал красочный фейерверк. Отметим, что новогодний городок, подаренный нефтепереработчиками городу, будет работать вплоть до 17 января. Николай Черемных, Александр Сиделёв, телеканал ОСА. Семейное кафе Бадагони поздравляет Ачинцев с Новым годом и Рождеством. Традиции кафе, которые носят имя богини плодородия, соответствуют всем законам настоящего грузинского гостеприимства. Каждый гость для нас особенный, и мы рады всем. Пусть ваши паруса наполняются попутным ветром, который поможет всем в добром начинании. Ваши дети и семьи будут благополучны. Страховое агентство «Ингуд» поздравляет всех жителей города Ачинска с Новым годом и Рождеством. Пусть год будет полон новых идей и возможностей, а также желаем финансовых успехов. Желаем, чтобы вас согревало тепло домашнего очага, а здоровье и благополучие приумножалось. Ну а у меня рубрика «Полезно знать», где все наши телезрители могут увидеть различные предложения от предпринимателей города. Товары, услуги, различные скидки и спецпредложения, о которых важно знать. Именно сейчас знакомьтесь с оптовой компанией «Главторг». Жителям Ачинска и Ачинского района полезно знать, что в оптовой компании «Главторг» можно купить все и сразу. От швейной иголки до новогодней елки. Бытовая химия, электротовары, посуда для дома, сувениры к праздникам. Ну и как же без товаров, которые так необходимы зимой? Инвентарь для уборки снега. Скоро долгие каникулы. Не забудьте прикупить ледянги и тюбинги. Победить новогоднюю суету помогут опытные продавцы. Для своих покупателей «Главторг» сделал приятный бонус скидки на товар в Новый год 15%. Также действуют скидки для пенсионеров. А по понедельникам можно выиграть скидку кину в кости. Все подробности у продавцов, консультантов. «Главторг» своим ассортиментом и народными ценами заставит вас приходить сюда снова и снова. Город Ачинск, улица Дзержинского, строение 73. Чем ближе ваш сегодняшний образ к прошлому костюму, тем радостнее Новый год. Потому что победитель получит подарок от спонсора. Все спешим на наш фотокарнавал. Итоги подведем 30 декабря. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СУШИ СЕЛ СУШИ СЕЛ Доставляем праздник в коробке. Четвертый микрорайон 1, телефон 228-71-01. СПОНСОР ПОГОДЫ